Товарищи, разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд в своем присутствии. И некоторые прислали съезду приветственные обращения, выразить благодарность за братские приветствия, за пожелания успеха, за доверие. Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народов, в ее борьбе против войны, в ее борьбе за сохранение мира. АПЛОДИСМЕНТЫ Было бы не ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке. Это неверно. Наша парь и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в ее борьбе за сохранение мира. Когда английские рабочие в 1918-1919 году в уровне вооруженного нападения английской буржуазии на Советский Союз организовали борьбу против войны под лозунгом «Рубки прочь под Россией», то это была поддержка. Поддержка, прежде всего, в борьбе своего народа за мир, а потом и поддержка Советского Союза. Когда товарищ Торрес и товарищ Тольяди заявляют, что их народы не будут воевать против советских народов. То это и есть поддержка. Прежде всего, поддержка рабочих и крестьян Франции и Италии, борющихся за мир, а потом и поддержка миролюбивых стремлений Советского Союза. Эта особенность взаимной поддержки объясняется тем, что интересы нашей партии не только не противоречат, а наоборот, сливаются с интересами миролюбивых народов. Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще не отделены от дела мира во всем мире. Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу у вратских партий, и она сама, в свою очередь, оказывает им поддержку, а также их народам в их борьбе за освобождение, в их борьбе за сохранение мира. Как известно, она, наша партия, именно так и поступает. После влияния власти нашей партии в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные миры по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители братской партии, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание ударной бригады мирового революционного и рабочего движения. Этим они выражали надежды, что успехи ударной бригады облегчат положение народам, томящимся под генетом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, японскую, фашистскую иеронию, избавил народа Европы и Азии от угроз фашистского рабства. Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока ударная бригада была одна, единственная, и пока приходилось ей выполнять эту передовую роль почти в одиночестве. Но это было. Теперь совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Горей до Чехословакии и Венгрии появились новые ударные бригады в лице народно-демократических стран, теперь наша партия легче стала бороться. Да и работа пошла веселее. Особо внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабочие-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драгоновских загонов. Им, конечно, труднее бороться. Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам. В период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось тягчайшим преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями. Почему все же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими коммунистами царского периода? Потому, во-первых, что они имеют перед глазами такие примеры борьбы и успехов, какие имеются в Советском Союзе и в народно-демократических странах. Следовательно, они могут учиться на ошибках и успехах этих стран и тем облегчить свою работу. Потому, во-вторых, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий. АПЛОДИСМЕНТЫ Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазо-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой свободы личности. Права личности признаются при том, что за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырыми человеческими материалами, пригодными лишь для эксплуатации. Растоптан принцип правенства людей и нец. Он заведен принципом полноправия эксплуататовского мельчинства и бесправием эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазо-демократические свободы выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять. Раньше буржуазия считалась главой нации. Она отстаивала права и независимость нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права независимости нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед. Если хотите быть патриотом своей страны, если хотите стать руководящей силой нации, его никому больше не хотят. Так обстоит было в настоящем времени. Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. Следовательно, есть все основания, рассчитывая на успехи и победу братских партий в странах господства капитала. Да здравствуйте, наши братские партии! АПЛОДИСМЕНТЫ Пусть живут и здравствует руководитель братских партий! АПЛОДИСМЕНТЫ Да здравствует мир между народом! АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю подвигательной войны.